Ты хочешь сказать, что я не имею права ожидать или хотя бы надеяться, что другие люди сдержат своё слово? Почему ты хочешь обладать подобным правом? Если человек не хочет сдерживать данное тебе слово, или по какой-то причине просто не может, почему ты всё же хочешь, чтобы он его сдержал? Ты действительно хочешь, чтобы кто-то придерживался договорённости, которые он не хочет придерживаться? Ты действительно считаешь, что людей следует заставлять делать то, чего они не могут сделать? Почему ты хочешь заставить кого-то делать что-то против его воли? Ну, допустим, причина в следующем. Потому что если я позволю ему скользнуть, не сделав того, что, по их словам, они собирались сделать, это причинит вред мне или моей семье. Итак, чтобы избежать вреда, ты предпочтёшь сам причинить вред. Я не вижу, какой вред может причинить другому простая просьба сдержать своё слово. Но другой увидел в этом то, что может причинить ему вред. Иначе он сдержал бы его добровольно. Значит, я должен страдать от причинённого мне вреда или смотреть, как страдают мои дети и моя семья, вместо того, чтобы навредить тому, кто дал мне обещание, просто попросив его сдержать это обещание? Ты действительно думаешь, что, заставив другого сдержать обещание, ты избежишь вреда? Я говорю тебе, люди, делающие то, что, как им кажется, они вынуждены делать, приносят другим больший вред, чем те, кто свободно делает то, что хочет. Давая человеку свободу, ты устраняешь опасность, а не увеличиваешь её. Да, если говорить о ближайшем времени, может показаться, что, отпустив другого человека с крючка данного тебе обещания или взятого им обязательства, ты пострадаешь. Но это никогда не случится, если рассматривать более или менее длительный промежуток времени. Потому что, давая свободу другому человеку, ты также даёшь свободу себе. Ты освобождаешь себя от грусти и страданий, от выизвлённого чувства собственного достоинства и собственной самооценки. Что неизбежно следует, когда ты заставляешь другого человека сдержать данное тебе обещание, которого он не хочет сдерживать. Вред, ощущаемый дольше, тяжелее вреда на короткое время. Это обнаруживает почти каждый, кто пытается заставить другого сдержать своё слово. И это справедливо и для бизнеса? Как мог бы существовать мир бизнеса, придерживаясь этого правила? На самом деле, это единственный разумный способ введения бизнеса. Сейчас проблема всего вашего общества заключается в том, что оно основано на силе. На юридической силе, которую вы зовёте силой закона. И слишком часто на физической силе, которую вы зовёте вооружёнными силами. Вы ещё не научились использовать искусство убеждения. Если вы не юридическая сила, сила закона, применяемая с помощью судов, как могли бы мы убеждать людей, занимающихся бизнесом, соблюдать сроки своих контрактов и придерживаться своих соглашений? Учитывая вашу нынешнюю этику, другого пути может и не быть. Но с изменением этики, способ, с помощью которого вы сейчас пытаетесь уберечь бизнес и людей от нарушения соглашений, покажется вам очень примитивным. Объясни, пожалуйста. Сейчас, чтобы гарантировать соблюдение соглашений, вы используете силу. Когда ваша этика изменится, включив понимание того, что все вы одно, вы никогда не станете применять силу, потому что этим вы только принесете вред своему «я». Вы не станете своей правой рукой наносить удары по левой. Даже если левая рука душит тебя, это другая вещь, которая тоже станет невозможной. Вы перестанете душить свое «я». Вы перестанете кусать себя за нос на зло своему лицу. Вы перестанете нарушать свои соглашения. И, конечно, сами ваши соглашения станут совсем другими. Отдавая что-то ценное другому человеку, вы больше не будете требовать что-то ценное взамен. Когда вы будете что-то давать или чем-то делиться, вас больше не будет останавливать отсутствие того, что вы называете непосредственным возвратом. Вы будете давать и делиться автоматически. И в результате значительно реже придется разрывать контракты. Потому что контракт связан с обменом вещами и услугами, тогда как ваша жизнь будет связана с дарением вещей и услуг. Независимо от того, получите вы что-то взамен или нет. И в таком одностороннем дарении вы найдете свое спасение. Потому что вы откроете для себя то, что испытывает Бог. То, что ты даешь другому, ты даешь своему «я». Что уходит наружу, снаружи приходит. все, что исходит от тебя, к тебе возвращается в семикратном размере. Так что нет необходимости беспокоиться о том, что ты собираешься получить обратно. Беспокоиться следует только о том, что ты собираешься отдать. Жизнь требует достижения самого высокого качества давания, а не самого высокого качества получения. Вы продолжаете это забывать. Но жизнь не для того, чтобы получать. Жизнь для того, чтобы отдавать. И чтобы это делать, вы должны проявлять великодушие по отношению к другим. Особенно к тем, кто не дал вам того, что, как вы считали, вы должны получить. Такой поворот приведет к полному изменению вашей культуры. Сегодня то, что вы называете успехом, в вашей культуре измеряется в значительной степени тем, сколько вы получили. Сколько славы, денег, власти и собственности вы приобрели. В новой культуре успех будет измеряться тем, сколько благодаря вам приобрели другие. Ирония будет заключаться в том, что чем больше благодаря вам получат другие, тем больше без всяких усилий получите вы. Без всяких контрактов, соглашений, сделок, ведения переговоров или судебных процессов, которые заставляют вас отдавать другому то, что было обещано. В экономике будущего, в своих делах, вы будете руководствоваться не личной выгодой, а личным ростом, который будет вашей выгодой. выгода в материальном смысле придет, когда вы станете большей и более грандиозной версией того, кто вы есть в действительности. Когда наступит это время, вам будет казаться слишком примитивной возможность использовать сил для того, чтобы принудить кого-то отдать вам что-либо только потому, что он пообещал это сделать. Если другой человек не будет соблюдать договоренность, вы просто позволите ему идти своим путем, делать свой выбор и получать собственный опыт. А то, что он не отдал вам, не будет потеряно, потому что вы будете знать, что то, что уходит, умножается, и что не он ваш источник всего этого, а вы сами. И так далее. Спасибо.